И снова вас приветствует океанский лекторий. О разгадке тайн ледяного континента нам расскажет Алексей Якайкин, кандидат географических наук, полярник, глицеолог, ведущий научный сотрудник лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Алексей, спасибо вам, слово. Да, добрый день всем. Меня зовут Алексей. Я сегодня вам буду рассказывать про Антарктиду. Ну что я хочу вам сказать, вступительные слова, пару слов буквально. Конечно, презентация не так, что прям вот научная-научная, она научно-популярная больше. И тут в целом пойдет речь и про Антарктиду, что это такое за континент и чем там люди занимаются и, собственно говоря, чем занимается там Россия, какие самые интересные были проекты в России за последние годы или десятилетия. Ну почему именно я об этом рассказываю? Потому что я сотрудник Арктического и Антарктического института, да, и 16 раз был в Антарктиде на станции Восток. То есть, в общем, говорю обо всем об этом, можно так сказать, из первых рук. И буквально один-два слайда про историю открытия этого континента. Ну поскольку все-таки семинар у вас морской, да, я думаю, вот эта тема вам тоже даже близка и интересна. Понятно, что Антарктида это последний открытый материк, там в 19 веке его только открыли, но тем не менее представление о том, что где-то там на юге должен быть большой массив суши, такие представления еще были у древних греков, они же и слово это придумали, Антарктас, то, что, значит, напротив Арктики, да. Антарктида это то, что напротив Арктики. То есть, по их представлениям, там должен был быть массив суши, который уравновешивал бы сушу в северном полушарии. Поскольку понятно, что древние греки уже понимали, что земля круглая, шарообразная и так далее. И вот эту неведомую землю называли Terra Australis Incognita, неизвестная южная земля, и все время пытались к ней пробиться разные мореплаватели. Вот здесь показана карта, это вторая половина XVI века, уже ближе к концу, одна из карт Меркатора. И мы видим вот эти вот границы вот этого неведомого материка. Ну и понятно, что их рисовали более-менее подвольно, то есть в каком-то направлении моряки двинулись, открыли там какой-то остров, да, и вот там ставили границу вот этого материка. Вот смотрите, тут уже виден пролив Магеллана, да, он уже к тому времени открыт. И даже уже, на самом деле, уже Дрейк проплыл проливом Дрейка к тому времени, но на карте еще это не отображено, потому что не так быстро информация распространялась. Австралии еще нет, еще чуть-чуть ее откроют, да, отделят от других частей суши. Вот постепенно эта терра Австралии с инкогнито, все сжималось и сжималось в представлении людей дальше на юг. От этого названия осталось название Австралия, что означает южная, да, по-латыни. И вот уже в 19... да, ну, конечно, тут нельзя не сказать про помню Кука. В 1770-х, по-моему, годах, это его вторая кругосветная экспедиция, он продвинулся на юг дальше всех, первым пересек южный полярный круг, тоже не нашел там никакой суши и сказал, что дальше меня никто не пройдет, а если даже и пройдет, то, в общем, ничего интересного там открыто не будет, и земля эта никому не интересна и непригодна, даже если одна там существует. Но, тем не менее, спустя 50 лет после плавания Кука была организована российская экспедиция к южному континенту, которая длилась два года, вот в прошлом году, в январе, мы 200-летие открытия Антарктиды справляли, и случилось это 28 января 1820 года, примерно вот в этом месте, экспедиция подошла достаточно близко к Антарктиде и увидела край льденового шельфа. То есть они не могли и не видели в этой точке никакой, собственно говоря, суши, земли коренных пород, они могли видеть только лед, а уже именно сушу, землю они видели спустя где-то год, вот в этой точке, которая называется земля Александра. Примерно вот так выглядит то место, где Беллинсгаузен и Лазарев подплывали к берегу Антарктиды, ну это приблизительно то же самое место, однажды наше судно там проходило, в этих широтах, и вот такой снимок я сделал. То есть примерно так мог выглядеть тот матерый лед, про который они писали в своих дневниках. И только 75 лет спустя после открытия Антарктиды впервые человек высадился на берег. Можете себе представить, 75 лет люди только плавали вокруг, а на, собственно говоря, берег Антарктиды никто не высаживался. Потом был норвежец Карстенборг Грэвинг, норвежский китобой, который в январе 1895 года примерно в этой точке первым вышел на берег Антарктиды. Они там проплывали на лодке, увидели среди облаков разводе чистой воды, и за ними был берег, и они направили туда свою лодку, и Карстен первый вышел из лодки еще, пока она не доплала до берега, и прямо по воде первым вышел на континент. Он же был, кстати говоря, первым, кто зимовал в Антарктиде спустя 4 года, с 1999 на 1900 год он провел там первую зимовку, в той самой точке, на мысе Адер. Вот как Антарктида выглядит сейчас. Это компиляция спутниковых снимков высокого разрешения. Континент этот не самый крупный, его площадь 14 миллионов квадратных километров, это чуть больше площади России, примерно одинаковая у них территория. 98% покрыт материкой льдом, тоже, соответственно, уникальный в этом отношении, и, соответственно, у него также и большая средняя высота, больше 2 километров, поскольку он весь покрыт вот этим льденным куполом. Тут вообще к этому материку слово «самый» можно применять много раз. Он и самый холодный по понятным причинам, самый высокий, самый сухой, тут очень низкое количество осадков, да, и самые высокие скорости ветра тут наблюдаются до 100 метров в секунду и выше. До 100 метров в секунду это, соответственно, 360 километров в час. Материк этот никому не принадлежит, но об этом еще будет дальше у меня отдельный слайд. И нет там до сих пор постоянного населения, хотя вот страны такие, как Аргентина, Чили, они там временно людей завозят, люди там живут какое-то время вахтами. Но там есть множество полярных станций, то есть согласно договору об Антаркете, это, то есть там нельзя добывать полезные ископаемые и заниматься их разведкой, там запрещено оружие, запрещена атомная энергия даже в мирных целях и так далее, и так далее. То есть это материк только для научных исследований. И порядка где-то 50 или там больше научных станций находятся. Материк это, что из них сосредоточены вот в районе Антарктического полуострова и вот в этом секторе Антарктиды на берегу. А внутри континента станций относительно немного. В России сейчас 5 станций постоянных. Это Мирный, это наша первая станция, она была открыта в феврале 56-го года. Станция Прогресс, это сейчас главная база России в Антарктике. Станция Новолазаревская примерно вот здесь. И там находится крупный аэродром, на который даже колесные самолеты могут садиться. Станция Беллинсгаузен, ну и станция Восток, которая находится вот здесь, в центре материка. Это наша единственная внутри континентальная станция у России. Никому этот материк не принадлежит, хотя несколько стран имеют там территориальные претензии. Это такие страны, как Великобритания, Норвегия, Франция, которые, скажем так, они очень много вложили сил в изучение этого континента. Они были там, можно сказать, первопроходцами, да. А также Новая Зеландия, Австралия, Чили и Аргентина, потому что они просто близко расположены и тоже претендуют, соответственно, на эти территории. И вот на этой карте показаны их сектора, их территориальных претензий. У России нет претензий территориальных в Антарктике, так же, как и у Соединенных Штатов. Но неким эффективным освоением территории все равно люди занимаются. Вот на станции Беллинсгаузен стоит вот эта церковь, церковь Троицы. Это самый южный в мире православный храм и, собственно, единственный в Антарктии. Большая часть территорий покрыты льдом, как я уже сказал, а примерно там 2% лишь только свободны от льда, и такие места называются оазисы, антарктические оазисы. Ну, конечно, на оазисы тропические они не похожи совсем, но, тем не менее, действительно микроклимат гораздо-гораздо теплее, чем на окружающих ледяных пространствах. И вся жизнь, какая есть в Антарктиде, она, в общем, сосредоточена в районе оазисов. Ну, в общем-то, жизнь-то там небогатая, естественно. Это в основном разные виды птиц, такие там, как пингвины нескольких видов. Это самый известный вид птиц. Поморники, полярные буревестники, всякие прилетные птицы, типа крачек, которые туда прилетают на лето только. Из растительности, ну, высшие растения сосудистые живут только на самом кончике Антарктического полуострова, вот здесь. Здесь вот в основном это мхи и лишайники, вот так они выглядят. И, в общем, вся жизнь в Антарктике связана с морем, так или иначе, потому что на суше, по большому счету, питаться нечем. То есть эти птицы, они в основном охотятся в море. Ну, а такие хищные птицы, как, скажем, вот эти поморники, они, конечно, могут охотиться и на детенышей пингвинов, на птенцов. То есть у них какая-то еда и на суше тоже есть. Ну, вот мы закончили рассказ про краевую часть Антарктиды, да, и перемещаемся в ее центральные районы. И вот эта вот станция «Восток», так она выглядит с воздуха. Вот эти темные пятнышки под крылом самолет, это жилые помещения станции «Восток», которые в основном сейчас находятся под снегом. Вот мы видим, дорожка уходит вдали, это движение санно-гусеничных поездов, которые ежегодно летом приходят на станцию и обеспечивают ее топливом. Вот взлетно-посадочная полоса, куда самолет садится. То есть вот такая крошечная территория, и вокруг сотни-сотни тысячи километров снежной пустыни, и совершенно ничего нет. Станция «Восток». Открыта она была 16 декабря 1957 года. Тоже, собственно говоря, одна из первых наших станций. По-моему, вторую, кажется, экспедицию она была открыта. Изначально открыли ли ее из тех соображений, что там находится южный геомагнитный полюс планеты. То есть вообще у Советского Союза были планы открыть станцию на южном полюсе, но не успели, там американцы опередили, вот решили открыть в районе южного геомагнитного полюса. И, собственно говоря, не прогадали, потому что эта точка оказалась гораздо интереснее в итоге. Средняя газовая температура воздуха примерно минус 56 градусов, и минимальная до минус 89. Минимальная сфиксированная инструментальная температура, но в реальности, возможно, там и ниже. Может температура опускаться до минус 90 и ниже, чем минус 90 даже. Высота над уровнем моря примерно от 3500 метров. Благодаря этому давление атмосферное там очень низкое. Где-то там 620 милибар в среднем, или, если вам понятнее, это 470 миллиметров ртутного столба. То есть 60% от нормы. Для тех из вас, кто был в горах, это примерно соответствует высоте где-то 4,5 километра на Кавказе. Вот такое там давление. Соответственно, все, кто прибывают на станцию, испытывают жесткую гипоксию, горную болезнь. В общем, мало приятное ощущение. Количество осадков среднегодовое 23 миллиметра, и это тоже очень мало. Это меньше, чем в пустыне Сахара, например. То есть это очень-очень сухая территория. Для сравнения, в Санкт-Петербурге осадков 660 миллиметров, то есть примерно в 30 раз больше. Ну, в Москве где-то 670 миллиметров. То есть, может быть, вы удивитесь, но в Москве больше осадков выпадает, чем в Питере. Хотя вот у Питера слава такого дождливого города. Научная активность на станции Восток. Это метеорологические наблюдения. Но это, понятно, не ведутся на всех станциях в обязательном порядке. Наблюдение за магнитными электрическими полями, то есть геофизика атмосферная, ради чего станция изначально была открыта. И бурение льда, и изучение подлетникового озера Востока. Хоть дело жирным, потому что это те проекты, которые сейчас весьма активны. И до сих пор, хотя сейчас такой небольшой период для Тиши, да. И, собственно, этими проектами я и занимаюсь. Я в них вовлечен, поэтому про них я и буду вам рассказывать в основном. Но сначала, опять же, немножко, совсем буквально пару слов. Рассказ о жизни, бытии станции, о том, как она обеспечивается. Сейчас люди попадают на станцию на таких самолетах. Это канадский самолет «Баслер», который, собственно говоря, не что иное, как копия старого американского самолета DC-3 «Дуглас» производства 1940-х годов. То есть реально корпуса этих самолетов сделаны в 1940-х годах. Просто в них начинка вся заменена на новую. То есть поставлены новые движки, новая всякая электроника, управление. А сами корпуса 1940-х годов. Тем не менее машина прекрасная, надежная. Это один из лучших самолетов, который когда-либо вообще люди создавали. Вот на них люди прилетают на станцию «Восток», а все грузы большие приходят на станцию, конечно, ходами. Вот так выглядят эти походы. Это тягачи «Пистон Були» фирмы «Казборер». Если кто из вас бывал в горах, на Кавказе, на Лебрусе, вы могли там видеть такие же тягачи. Для того, чтобы станция существовала, на каждый год нужно где-то 150 тонн дизельного топлива примерно. Понятно, что самолетам это привезти невозможно. И вот тягачи тянут это топливо на саночках, на лыжах. Ну и какие-то продукты, какие-то грузы, строительные материалы тоже приходят походом. Сейчас это выглядит вот так, а когда-то походы выглядели таким образом. Были старые наши советские тягачи, хриковчанки. Ну, мне, кстати, довелось в таких походах тоже побывать. Всего-навсего где-то лет 10 назад были вот эти машины заменены на новые, поэтому это еще не так уж давняя история. Вот так сейчас выглядит станция «Восток». она практически полностью уже под снегом построена. Вот эти дома были в конце 70-х годов где-то, в начале 80-х. И это уже вторая станция, а первая, которая построена в 57-м году, она расположена вот там вот неподалеку, и она уже под снегом целиком и полностью, и сверху там где-то метров пять снега уже навалила. То есть эта станция уже вторая по счету. Вот так она выглядит вблизи. Только одно строение находится полностью на поверхности, это дизель-электростанция, где вырабатывается тепло, энергия, электричество. То есть это сердце любой полярной станции, это вот деска, там где сжигается топливо и производится электричество. Вот так выглядит вход на саму станцию, в ее жилое помещение. То есть мы проходим вот в этот снежный тоннель, который внутри выглядит таким образом. Встает памятник Алексею Федоровичу Трешнику, основателю станции Восток. Проходим еще дальше, и вот попадаем мы в такой тюрьмор, система дверей для того, чтобы помещение не выхолаживалось слишком быстро. Внутри помещение выглядит вот примерно так. То есть все это довольно такое старенькое, устаревшее. Вот это вот помещение столовой, она же камбус, то есть если мы голову повернем направо, мы увидим вот плиту, где все это готовится, повернем голову налево, увидим вот эти столы, где люди сидят, принимают пищу три раза в день. Когда-то здесь была медицинская часть, но потом станцию уплотнили, из двух домов сделали один, и вот медики теперь живут в другом месте, а бывшая медчасть превратилась в столовую. Это отдыха единственное, которое есть на станции, ну такая комната общего пользования, скажем так. Вот люди могут смотреть телевизор, вот человек сидит, телевизор смотрит, интернет есть на станции Восток, ну слабенький, конечно, но тем не менее можно переписывать, бильярдный стол стоит. То есть сейчас основное развлечение для людей, это, конечно, интернет и компьютеры, и какие-то фильмы. А вот такое развлечение, которое происходит в среднем каждую неделю, раз в неделю, это заготовка снега, потому что для жизни людей понятно, что нужна вода, нужно много воды, и воды действительно вокруг навалом, но она вся в твердом виде, в виде снега. Соответственно, снег надо напилить такими комочками, он дальше переносится на склад, в холодный, и склад до этого дежурный берет и кладет эти комочки снега в снеготайлку, чтобы получилась вода. И на это, конечно, уходит тоже много энергии достаточно. В общем, станция, как вы понимаете, уже устарела и морально, и физически, и жить там уже становится и сложно, и даже довольно-таки опасно, поэтому в России есть планы строительства новой станции. Она уже даже построена, собственно говоря, она построена, и в следующем году, в следующем сезоне будет отправлена в Антарктиду, где начнется ее сборка постепенно. Вот так она будет выглядеть. Это некая компьютерная визуализация того, как эта новая станция будет выглядеть. Тут написано, что вот эксплуатацию 22-й год, но это уже нереальные планы, естественно, то есть где-то в 25-26 году, если будет все хорошо, то станция новая будет введена в строй. Интересный факт, что строительство этой станции это частные деньги, то есть это инвестиции господина Михельсона, главы группы Новотек, и какую-то часть денег также дает государство. Но основные деньги это частные инвестиции. Вот такая бытовая часть вводная закончена, а теперь расскажу буквально в двух словах про то, какой наукой там люди занимаются. И один из основных проектов, пожалуй, может быть, самый интересный, это бурение льда, глубокое бурение льда, изучение ледяного керна и исследование палеоклимата. На этой фотографии как раз показаны буровые вышки станции Востока. Вот это старые буровые, которые сейчас уже не действуют, они заброшены. И вот новая буровая ПДГ действующая, на которой работа производится и в настоящий момент тоже. Ну, история-то давняя. Собственно, бурение началось первое в 70-м году. Это была такая модная тема в те времена. Самые первые проекты бурения где-то в начале 60-х годов в Гренландии, в Антарктиде, их начали американцы совместно с датчанами, с другими странами, Франция. И вот в 70-м году Россия тоже начала свой буровой проект на станции Восток. И цель этих всех проектов была одна. Это изучение прошлого климата Земли. Потому что по лизинным кернам мы можем изучать как менялся климат Земли в далеком прошлом. Во-первых, для чего это все нужно? Понятно, что изучать прошлый климат Земли необходимо для того, чтобы понять современные климатические изменения. Потому что вот если мы смотрим на график инструментальных измерений температуры за последние 150 лет, мы видим вот это глобальное потепление, про которое сейчас говорят. Но если мы не знаем, что было раньше, что было до того, там сотни, тысячи лет, вот до начала инструментальных наблюдений, то нам сложно интерпретировать эту картинку. методов у полеогеографии довольно много. И один из самых богатых методов полеогеографии это изучение снежных и ледяных отложений, полярных и горных ледников. Потому что вот в Антарктиде, например, и в Центральной Гренландии снег падает непрерывно, зимой и летом в твердом виде, то есть температура ниже нуля даже в разгар лета. Скажем, на Востоке летом температура минус 30 и ни о каком-то и не речи нет. Все, что из неба выпадает, все остается там навечно, со временем оно спрессовывается и снега превращается в лед. Но вот эта информация о том, при каких условиях эти осадки выпадали, она сохраняется в этих ледяных слоях. Соответственно, мы можем выкопать шов или пробурить скважину, добыть вот эти образцы ископаемых осадков, образцы снега и льда и изучать, какого был климата в далеком прошлом. Вот так это все происходит в Антарктиде. Это глубокие шурфы и не очень глубокие. А вот это бурение с помощью ручного бура, таким образом, можно метров 20-25 пробурить достаточно легко. Но если надо идти глубже, на глубину в сотни метров, в километр, то тогда нужна уже более сложная техника. вот примерно так, как показано на этом фотографии. Здесь происходит момент разборки бурового снаряда. Вот лебедка и управление этим снарядом. Снаряд висит на кабеле. На этом кабеле он опускается в скважину. Нижняя часть бурового снаряда вращается. На торцах этого бурового снаряда находятся ножи, которые режут лед, и внутри снаряда, внутри этой полой трубы остается вот этот ледяной цилиндр, который и называется ледяной керн. Вот момент выемки ледяного керна из-за бурового снаряда. Это не постановочное фото, это реальный рабочий момент, как это все происходит в жизни. То есть вот эти три товарища, это буровики, а вот товарищ это глициолог, который принимает этот ледяной керн и дальше уносит его в лабораторию и производит с этим керном какие-то манипуляции. Какие манипуляции там происходят? Ну, первонаперво, естественно, керн надо довольно, скажем так, точно измерить, приписать ему определенную глубину, то есть понять, с какой точно глубины этот керн взят, и дальше происходит отбор опно-изотворный состав, то есть срезается такой тоненький горбыль с внешней поверхности этого керна. Керн может разрезаться поперек, если нужны какие-то еще другие образцы. И вот так вот он выглядит на свет, то есть абсолютно прозрачный идеальный лед, состоящий чуть ли не из монокристаллов идеального льда, то есть не содержащего никаких структурных нарушений. в поле можно измерить электропроводность этого льда, который является таким интегральным показателем химического состава этого керна, чем больше химических примесей, тем будет выше электропроводность, и все это можно измерить и прямиком записать на компьютер, и по сигналу электропроводности можно, например, определить слои, где находятся продукты каких-то вулканических извержений, да, известны, и, соответственно, можно точно продатировать эти слои керна, если мы знаем год, когда случилось это извержение. Изучается также в поле структура этого льда, то есть ориентировка ледяных кристаллов, их размер, но в основном все анализы, конечно, производятся уже на Большой Земле, и для этого образцы эти доставляются из Центральной Антарктиды в Европу, в Россию, в разные лаборатории, вот в том числе в ту лабораторию, где я сейчас сижу, в Санкт-Петербурге. Но основная часть керна остается в кетонохранилище под снегом на станции Восток на глубине 5 метров, где постоянная температура примерно минус 50 градусов, это идеальные условия для хранения льда, и его свойства при такой температуре практически не меняются. Соответственно, если нам нужно повторить какие-то анализы по определенному интервалу керна, мы приходим в кернохранилище и берем нужный нам кусок керна. Буквально один слайд о том, какие результаты были получены по керну станции Восток. В общем, это уже довольно давняя история, как вы видите, то есть это была статья в 99-м году опубликована Жанном Робером Петти с авторами, и вот тогда впервые был получен климатический ряд за 4 полных климатических циклов, то есть ряд, длина которого 420 тысяч лет. Была реконструирована температура нашей планеты за этот промежуток времени. Вот наше время, Галатен, где мы живем, да, межледниковый, вот предыдущий холодный пыль, вот ледниковый, вот предыдущий межледниковый и так далее, и так далее. Вот концентрация пыли, которая показывает нам хридность климата планеты, интенсивность меридионального переноса и так далее, и так далее. Самые интересные, может быть, данные, это содержание парниковых газов, СО2 и метана в этом керне. И вот впервые, собственно говоря, по кетанустанции Восток было показано экспериментально, что действительно содержание парниковых газов очень, скажем так, интенсивно влияет на климат нашей планеты. Ну, теория к тому времени уже давно была разработана, парниковый эффект был открыт еще в конце 19 века, Саванта Аренесу, но инструментальных подтверждений было не так много. И вот впервые люди увидели, что температура планеты имеет очень-очень тесную связь с концентрацией парниковых газов. Это первый момент. И второй момент, что современная концентрация парниковых газов, а сейчас это уже больше 410 частей на миллион, 410 пи-пи-м, она гораздо больше, чем концентрация, которая была типична для атмосферы за последние полмиллиона лет. То есть она менялась в пределах где-то от 180 до 280 пи-пи-м, не больше. И вот этот лишний углекислый газ взялся за счет нашей человеческой деятельности, за счет сжигания скопаемого топлива. Но, тем не менее, первая причина этих климатических колебаний, это колебания орбитальных циклов нашей планеты, так называемые циклы Миланковича, что определяет приход солнечной инсоляции в высоких широтах северного полушария летом. То есть первая причина это приход солнечной энергии в северном полушарии. Но эти колебания относительно слабенькие, вот они уже усиливаются вот этим фактором, связанным с концентрацией прониковых газов в атмосфере. Самый длинный ряд ледяным керном, который сейчас доступен ученым, это его длина 800 тысяч лет и он был получен на французской станции Конкорде, тоже в Антарктиде, неподалеку от станции Восток, там 550 километров удаления. Но есть желание пробурить как можно более глубокий лед возрастом, до полутора или может быть даже двух миллионов лет, поскольку примерно миллион лет назад случился на Земле такой климатический переход, так называемый среднеплестоценный климатический переход, причины которого не ясны, но возможно он был связан как раз с изменением концентрации СО2 в атмосфере. И вот чтобы такой лед получить, надо найти место, где этот древний лед может находиться в ненарушенном виде. И одно из таких мест находится неподалеку от станции Восток, в районе ледра раздела Б, примерно в 300 километрах. И вот в этом году, в январе, мы туда сделали первый научный поход, в эти места, чтобы добыть первые сведения, собственно говоря, об этой территории, поскольку этот ледрозел Б это до сих пор белое пятно в интернете. И следующая небольшая часть моего рассказа это озеро Восток. Вот здесь оно положено, оно довольно крупное, настолько крупное, что его даже видно из космоса. Естественно, это озеро находится под льдом, оно не на поверхности материка находится, оно находится подо льдом толщиной до 4 километров, но оно настолько крупное, что даже на поверхности ледника его контуры видны. И это озеро называют одним из крупных и последним крупным открытием географическим в 20 веке, лишь только в 90-х годах его открыли, хотя эти сведения о том, что там вообще озеро должно находиться, они давно собирались. и одним из первых, кто об этом начал говорить еще в конце 50-х годов, это был Игорь Алексеевич Зотиков, который первый, скажем так, обосновал возможности таяния ледника на дне Антарктиды, поскольку у нас повсюду на Земле имеется поток геотермального тепла, который идет из недри Земли наружу, то чем дальше вглубь недри Земли мы опускаемся, тем температура становится выше, и то же самое происходит в Антарктиде. Поэтому если ледник достаточно толстый, то на какой-то критической глубине у нас температура льда достигает точки плавления при данном давлении. И вот Игорь Алексеевич посчитал, что, собственно говоря, донное таяние должно охватывать большую часть Антарктиды. Соответственно, если там есть жидкая вода, то она где-то должна скапливаться в понижениях рельефа, и там должны быть вот одним из первых был Андрей Капица, который, будучи молодым, проводил там сейсмические исследования в Антарктике, и вот получал такие интересные отражения, эхо от слоя воды подо льдом. Ну, он изначально интерпретировал это как отражение от слоя мягких осадочных пород, но, скажем так, спустя какое-то время вернулся к этим данным и осознал, что на самом деле это было отражение от слоя воды. То есть, долго накапливались эти данные, в 70-х годах были очень обширные радиолокационные исследования в Антарктиде, и английские, и советские, эти данные постепенно накапливались, и вот, наконец, в 93-м году, когда уже спутниковые исследования широко стали применяться, вот, было сделано открытие этого озера. Ну, и в данный момент уже таких озер подо льдом Антарктиды известно больше 400, каждый год открывают все новые и новые, и, скорее всего, на одном Антарктиде существует довольно активная такая гидрологическая сеть, то есть, это не просто какие-то неподвижные замерзшие, застывшие массивы воды, нет, скорее всего, вода между ними перемещается, притекает из одного озера в другое, есть подледные реки, каналы, то есть, довольно активная бурная гидрологическая жизнь там существует подо льдом. Только озеро было открыто в начале 90-х годов, сразу же начались довольно активные изучения этого объекта, этим занималась наша полярная морская геологоразведочная экспедиция совместно с российской антарктической экспедицией, они провели наземные исследования с помощью методов радиолокации сейсмики два года, два летних сезона. Антарктическая научная, американская антарктическая научная программа участвовала, они летали на самолетах с помощью вот такой воздушной геофизической обсерватории изучали это озеро и довольно, так сказать, детально его закартировали, то есть, по крайней мере, морфология этого озера известна весьма хорошо. Также еще до поникновения в это озеро до его вскрытия в наших руках был ледяной керн, который был сложен из озерного льда, который намерз из озерной воды на нижнюю поверхность ледника, то есть, примерно 200 метров такого льда было в наших руках, и мы изучали его изоткорный состав, и газовый состав, и химический состав, и вот даже минеральные включения какие-то там находили. Вот эти данные нам позволяли изучать, что собой это озеро представляет, каков его гидрологический режим, какая там экологическая обстановка, еще до прямого проникновения в это озеро. Ну вот в частности, да, скажем, биологические исследования были проведены по этому озерному льду, весьма тщательные, и оказалось, что содержание органики в этом льду ничтожно мало, примерно 10 частей на миллиард, даже меньше, а концентрация клеток меньше 10 клеток на миллилитр. Ну, это гораздо-гораздо меньше, во много раз меньше, чем в самой чистой лабораторной дистиллированной воде. То есть это практически, ну, ноль там и ничего нет. Но тем не менее, была обнаружена вот бактерия термофильная, которая, она была обнаружена во льду, но понятное дело, что живет она где-то на дне озера, в теплых гидротермальных источниках, которые, по-видимому, на дне этого озера существуют. И в итоге, что мы знаем об озере к настоящему моменту, мы хорошо очень знаем его форму, его размеры, его размеры где-то 250 километров на 60 километров, толщина в среднем где-то 400 метров, максимальная толщина 1200 метров, площадь 15 тысяч квадратных километров, это примерно как площадь Ладожского озера, которое является крупнейшим озером в Европе, между прочим. А объем озера Восток порядка 6000 кубических километров, это гораздо больше, чем у Ладоги, ну, меньше, чем у Байкала, но тем не менее, озеро Восток пятое по величине пресноводное озеро в мире по количеству воды. Скорее всего, озеро находится в равновесии, в массовом равновесии, то есть его объем не увеличивается, видимо, там нету крупных притоков воды, и ничто из этого озера не вытекает, скорее всего. Оно изолировано от внешнего мира уже как минимум там 14 миллионов лет, то есть это тот период времени, когда там существует ледник, да, соответственно, там может существовать какая-то очень экстравагантная, скажем так, экологическая ниша, ну, поскольку если там микробиот развивался изолированно на протяжении там 15 миллионов лет, то за это время эволюция могла уйти достаточно далеко, да, там существует активная термохолинная циркуляция, есть гидротермальные источники, то есть вот это то, что мы про озеро знаем, но мы не знаем, вообще говоря, главного, мы не знаем, когда и как оно образовалось, понятно, что это рифтовый разлом, но время этого разлома неизвестно, это может быть и какие-то миллионы лет назад, а может быть и гораздо больше, то есть озеро могло образоваться еще до ледника, а могло образоваться уже подо льду, и неизвестно, есть ли, собственно говоря, в озере жизнь, да, там есть термофильные бактерии на дне, но в самой воде живет ли кто-то или нет, это пока неизвестно. Ну и 5 февраля 2012 года состоялось первое вскрытие этого озера, вот схема показана на этом слайде, давайте еще раз ее покрутим, то есть скважина подошла к поверхности озера на глубине 3770 метров, вода поднялась вверх за счет разницы давления, то есть давление в скважине меньше, чем в озере, поэтому вода поднялась вверх, она там замерзла за год и через год мы пришли и заново разбурили участок льда, и таким образом взяли первые образцы озерной воды в таком замерзшем виде, то есть в озеро собственно говоря ничто не проникало, то есть в буровой снаряд в озеро не был опущен и мы верим, что осталось нетронутым и чистым, оно не было загрязнено в результате вот этого операции вскрытия, но когда буровой снаряд был вытащен на поверхность, он выглядел вот таким вот образом, он был весь конечно облеплен льдом, потому что в момент вскрытия вода поднялась наверх, окутала этот снаряд слоем таким толстым, сразу она начала довольно быстро замерзать и вот в таком виде снаряд вышел на поверхность, он был весь полностью заморожен, на нижней поверхности снаряда нависла вот такая сосулька длиной сантиметров сорок и, собственно говоря, из этой сосульки самый первый образец воды был взят, но тут примерно половина или 30% по объему это была замерзшая заливочная жидкость, то есть керосин, поэтому эта проба была мало пригодна для каких-то исследований. ледяной керн, который был вытащен из самого последнего рейса, он выглядел вот так, то есть он был весь расколот на мелкие кусочки за счет вот этого мощного удара воды снизу в момент вскрытия, ну там разница давления, было порядка 3-4 атмосфер, это очень много, конечно, то есть это 4 килограмма на квадратный сантиметр, да, и, собственно говоря, это был последний день в том сезоне, на следующий день мы уже станцию покинули, сделав вот такое прощальный снимок, который потом там разлетелся, скажем так, по мировым средствам массовой информации, ну, большое внимание было приковано к этому моменту, к вскрытию озера и даже, скажем так, руководство страны привело к этому какой-то интерес, там были всякие разные встречи и так далее, но, в общем, особо ничем результативным для нас это не кончилось, потому что проект изучения озера на тот момент был практически свернут ввиду отсутствия финансирования, к сожалению, вот так вот все получилось. Ну, что будет дальше с этим проектом мы не знаем, то есть, есть разные планы, про которые я пока не буду вам рассказывать, поскольку нету подтверждения того, что эти планы сбудутся. Но, тем не менее, это озеро, конечно, объект совершенно уникальный, интересный для всех и в том числе даже для космических исследований он тоже может быть интересен, поскольку, как вы, вероятно, знаете, на малых планетах Солнечной системы, таких как Европа, спутник Юпитера, да, Энцелад, спутник Сатурна, они частично покрыты льдом и под этим льдом может находиться жидкий океан и, соответственно, вот это прямой аналог того, что у нас там происходит в Антарктиде. Поэтому, если когда-то какие-то миссии будут организованы к вот этим далеким планетам Солнечной системы, то, безусловно, начинать такие исследования надо здесь, в Антарктиде, на озере Восток. Здесь надо отрабатывать все технологии чистого вскрытия этих озер, отбора проб и так далее, и так далее. Надеюсь, что в ближайшие лет 10 такие работы будут предпринять. Вот, на этом у меня все. Ну что ж, Алексей, спасибо вам за лекцию. Поблагодарим нашего лектора за лекцию. Уверена, что есть ряд вопросов. Мы попросим, да, я вижу несколько вопросов, мы попросим лекторов подготовить на них ответы и опубликуем, конечно же, в ближайшее время на странице проекта www.univer.ist.su После небольшого перерыва мы вернемся в лекторий на заключительную лекцию этого дня. Продолжение следует...